Друзья, приветствую вас на нашем канале! Компания АвтоВАЗ в последнее время показывает, что она также заинтересована в разработке автомобилей на так называемых новых источниках энергии. Правда, пока Тольяттинский автозавод сосредоточен на развитии линейки электрокаров. По словам главы предприятия, оно уже приступило к тестированию электрической Весты. Сроки выхода этой модели на рынок пока не озвучены. Как вы думаете, будет ли АвтоВАЗ серийно выпускать электрокары? Поделитесь ответом в комментариях. Вместе с тем, Тольяттинский автозавод пока по непонятной причине обходит своим вниманием гибридные автомобили. Но именно их обычно рассматривают в качестве своеобразного трамплина между обычными машинами и электрокарами. То есть АвтоВАЗ как будто бы решил отказаться от этапа развития, который проходят все мировые производители. Но это, вероятно, обусловлено отсутствием у российской компании необходимых технологий. Однако не исключено, что гибриды со временем пополнят модельный ряд АвтоВАЗа. Одним из таких автомобилей может стать новый кроссовер Lada Niva Legend Urban. Внешность этой модели показал независимый разработчик на нескольких созданных им рендерах. Несмотря на то, что появление гибридов в линейке продукции АвтоВАЗа не было официально заявлено, исключать вероятность создания подобного автомобиля нельзя. Он может выйти на рынок благодаря участию иностранного партнера. АвтоВАЗ официально не объявлял о том, что он прекратил поиск сторонней компании, которая поможет ей в развитии. Партнер тольятинскому гиганту необходим не только для создания новых автомобилей, но и для перезапуска производства на двух предприятиях. Как неоднократно было отмечено, новый Excite X-Cross 7 и Lada Largus не смогут загрузить соответственно автозаводы в Ленинградской области и Ижевске. То есть этим предприятиям необходимы новые автомобили, чтобы они стали приносить прибыль. Как показывает опыт последних лет, дозагрузить эти автозаводы АвтоВАЗ сможет только при непосредственном участии иностранного партнера. Упомянутый Excite X-Cross 7, например, является полным аналогом Cherry Tiggo 7 Pro. В качестве возможного партнера в разработке представленного проекта Lada Niva Legend Urban может выступить Чанган. Китайская компания с 2023 года активно продвигает свою продукцию на российском рынке. За короткий срок она существенно расширила модельный ряд, который уже включает более 10 автомобилей. Согласно озвученным планам, их количество будет только расти. Но из-за активности китайских компаний уровень конкуренции на российском рынке резко вырос. Плюс ко всему руководство страны уже рассматривает вопросы по повышению таможенных пошлин на импортируемые автомобили. Это делается для того, чтобы развивать отечественное автопроизводство. Поэтому Чанган необходимо уже сейчас искать площадку для организации локальной сборки автомобилей. Другие китайские компании начали работать в этом направлении. Если Чанган не организует локальную сборку, то он проиграет в конкурентной борьбе. Автоваз в данном случае является оптимальным выбором, так как отечественная компания получает постоянную поддержку со стороны профильного министерства, в том числе и финансовую. То есть, сотрудничая с Тольяттинским автозаводом, Чанган приобретет больше выгод, чем если бы он самостоятельно запускал производство автомобилей. Также следует отметить, что такое сотрудничество сократит расходы, необходимые для организации локальной сборки. Прототипом для представленной Lada Niva Legend Urban может выступить Чанган Циюань Q05. Это тоже объясняется несколькими причинами. Прежде всего, китайский кроссовер выпускается только с гибридной установкой. А у Автоваза, как было отмечено выше, нет соответствующих технологий. Более того, российский рынок гибридных кроссоверов включает в себя пока мало моделей. В основном такие автомобили относятся к премиум-классу, и поэтому они стоят дорого. А гибридных кроссоверов, ориентированных на массовый сегмент, в России фактически нет. Сотрудничество Автоваза и Чанган может устранить такое упущение. Однако в рамках представленного проекта стороны избегут слепого копирования автомобилей. Это обусловлено сразу несколькими причинами. Прежде всего, опыт москвича показал, что только очень низкая цена может привлечь внимание покупателей к российским автомобилям, скопированным с китайских. Вторая причина кроется в том, что Автовазу и Чанган придется еще до начала производства повысить уровень локализации сборки представленного кроссовера. Без этого представленный проект лишается смысла, так как Lada Niva Legend Urban получится слишком дорогим автомобилем, чтобы стать популярным. Кроме того, отказ от слепого копирования сохраняет за Чанган возможности для прямых поставок Ци Юань У-05 на российский рынок. Однако для этого китайской компании придется упростить Niva Legend Urban для того, чтобы оба автомобиля различались между собой не только внешне, но и по оснащению. Также следует отметить, что китайские производители уже работают по расширению рынков сбыта. Для этого им нужны автомобили, в отношении которых не будут введены ограничительные меры. Отказ от слепого копирования, в свою очередь, позволит Чанган отправиться Юань У-05 на мировой рынок, не опасаясь возможных санкций. Как показывают опубликованные рендеры и приведенная выше информация, визуально новая Niva Legend Urban будет отличаться от китайского прототипа. Скорее всего, именно Автоваз разработает кузов под данный кроссовер. Также российская компания займется созданием салона под этот автомобиль. К слову, у Чанган есть опыт подобного сотрудничества. Китайская компания ранее разработала платформу и двигатели под электрическую Mazda EZ-6, когда как японская в этом проекте отвечала за кузов и салон. Этот опыт, в свою очередь, поможет Автовазу. Российская компания за счет сотрудничества с китайской сможет за короткие сроки создать целую линейку гибридных автомобилей, тем самым заполнив пустующие сегменты отечественного рынка. Но технически новая Niva Legend Urban будет полным аналогом Чанган Ци Юань У-05. Под капотом у российской модели разместят полуторалитровый атмосферный двигатель с отдачей в 110 лошадиных сил и тягой в 143 ньютон-метров. Чанган ранее использовал этот мотор на автомобилях, которые поставлялись в Россию. Благодаря этому инженерам не придется тратить много времени на адаптацию мотора под отечественный климат. В комплекте с этим атмосферником по умолчанию идет 190-сильный электродвигатель, развивающий до 330 ньютон-метров. За доплату предложат другой электрический агрегат с отдачей в 215 лошадиных сил. В обоих случаях гибрид дополняется бесступенчатой электронной КПП и тяговой батареей емкостью 12,5 или 15,4 кВт-час. Она позволяет проезжать с выключенным ДВС до 46 или 95 километров. Такое техническое оснащение обеспечит Lada Niva Legend Urban запас хода, достигающий 1215 километров. Это не лучший показатель даже на российском рынке. К нам возят, например, гибридный джили-манжаро, проезжающий до 1400 километров. Но представленная модель все же может стать популярной. Это обеспечит несколько других особенностей, которыми будет отличаться представленный кроссовер. Его длина составит порядка 4,5 метров, размер колесной базы составит 2,65 метра. То есть это будет относительно компактный кроссовер. Благодаря своим небольшим размерам Niva Legend Urban получится маневренным автомобилем. Наличие под днищем аккумулятора существенно повышает устойчивость кроссовера, в том числе при прохождении скоростных поворотов. Однако это конструктивное решение сделает подвеску более жесткой. Поэтому, вероятно, инженеры Чанган немного переработают основы Niva Legend Urban относительно китайского прототипа. Потребность в изменениях обусловлена еще и рынком, для которого предназначается данная модель. Представленный кроссовер дополнят защитой днища во избежание повреждения аккумулятора. А последний, вероятно, дооснастят системой терморегуляции, чтобы уменьшить расход энергии зимой. Технологически новая Niva Legend Urban также будет скопирована с китайского прототипа. Кроссовер должен получить камеры с 540-градусным обзором. Одну камеру при этом разместят под днищем. Кроссовер должен получить камеры с 540-градусным обзором. Одну камеру при этом разместят под днищем. Двумя экранами, автоматическим климатом, адаптивным круизом, светодиодной оптикой, панорамной крышей и качественной акустикой. При локализации производства АвтоВАЗ не будет вносить изменения в список доступного оборудования. Это отчасти обусловлено тем, что в подобных обстоятельствах придется перенастраивать часть электроники, от которой зависит как работа, так и эффективность гибридной трансмиссии. То есть замена даже небольшого количества оборудования может привести к неконтролируемым сбоям. Несмотря на достаточно масштабные изменения и наличие мощного гибрида, Niva Legend Urban будет продаваться по сравнительно демократичным ценам. Китайский прототип на родине оценивается сейчас примерно в полтора миллиона рублей в перерасчете по курсу. Представленная Niva подорожает относительно Циюаньку 05 не более чем в два раза. То есть российская новинка будет стоить около 2,8-3 миллионов рублей, что сделает ее одним из самых дешевых гибридов отечественного рынка. В продажу Lada Niva Legend Urban поступит не ранее 2025 года. Автовазу потребуется несколько месяцев на разработку кузова и салона и адаптацию к китайской платформе. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, у нас много интересных новостей из мира авто. А также ждем вашего мнения касательно представленной новинки в комментариях к этому видео. Всем спасибо за просмотр и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok